Леса и журавль Живут, звери да птицы, сказки они поют, знают много о лесах, знают о небесах, сказки сказывают. Леса с журавлем подружилась, даже покумилась с ним у кого-то на родину. Вот и вздумала однажды леса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. Приходи, гуманек, приходи, дорогой, уж как я тебя угощу. Идет журавль на званный пир, а лиса наварила манной кашей и размазала по тарелке. Подала и почивает. Покушай, мой голубчик, куманек, сама стряпала. Журавль хлоп, хлоп носом, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица в это время лижет себе, да лижет кашу. Так все сама и скушала. Каша съедена, лисица говорит. Не обессудь, любезный кум, больше почивать нечем. Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку. Наклал в кувшин с малым горлышком, поставил на стол и говорит. Кушай, кумушка, право, больше нечем почивать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лиснет его, и понюхает его. Все ничего не достанет. Не лезет голова в кувшин. А журавль, меж тем, клюет себе, да клюет, пока все не поел. Но не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису до сада, думала, что наестся на целую неделю. А домой пошла, как не золото хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор дружбы у лисы с журавлем нету. Живут они в розе. А вы, ребята, как вы думаете, почему как аукнулась, так и откликнулась? Вот давайте-ка все вместе порассуждаем на эту тему. Как аукнется, так и откликнется. Мне кажется, чем больше добрых дел сделаешь, тем больше добра к тебе вернется. А вы, ребята, тоже так считаете? Всего вам доброго! Всех благ!